Не просто локализовать, а полностью устранить мусор на Байкале. Такую глобальную задачу ставят перед собой участники экологического марафона. В эти выходные прошел финальный этап акции. Он собрал рекордное количество участников, среди которых была и наша съемочная группа. Выстрелом в воздух приветствует Джек Воробей свою команду борцов за чистоту. Вслед за капитаном на берег Байкала в поселке Танхой вышли 160 человек. Задача – найти и собрать затерянный у озера мусор. На достижении цели всего 360 минут. Условия тоже не самые простые – проливной дождь. Но в деле все – взрослые, дети и даже супергерои. Дождик прекрасный, теплый, не холодно, ветра как такового сильно нет. То есть, ну нормально, у нас есть одежда, которая не промокает. Нужны Байкалу супергерои? Конечно, особенно такие, как мы. Какие? Такие, которые спасают мир от мусора. В эко-марафоне участвуют даже животные. Десять собак носят найденный мусор и складывают его в кучи. Служат чистоте и роботы. Особых уборщиков привезли школьники из Иркутска. Лучше всего такие механизмы справляются с пластиковыми бутылками. Батареи робота хватает на 30 минут, а управлять им можно на расстоянии до 200 метров. Идея пришла неожиданно. Мы сидели, просто разговаривали. Скоро будет акция 360-мир ради Байкала. Решили, что наше занятие робототехника должно приносить пользу. И подумали, почему бы не сделать такого робота, который будет помогать нам убираться. Уборка идет в 53 точках одновременно. Помогают Байкалу стать чище сразу 5000 человек. Все они участники пятого, финального этапа масштабного эко-марафона. Именно в таком формате компания «Н-Плюс Групп» решила в этом году провести юбилейную акцию «360 минут ради Байкала». Идею поддержали тысячи волонтеров. За лето они собрали почти полторы тысячи мешков мусора. Но заключительный этап эко-субботника стал самым рекордным во всех отношениях. С берегов вывезли более 10 тысяч пакетов. Реакция по философии своей, она предельно проста. Это теория малых дел. Каждый может распорядиться своим временем. Чем он может заняться в течение шести часов. Кто-то может книжку почитать, кто-то может с друзьями встретиться. А волонтеры, наши волонтеры и мы, мы каждый год шесть часов посвящаем очистке Байкала. 2016-й не станет исключением. Акция обязательно состоится следующим летом. И к ней смогут присоединиться все желающие. Ведь 360 минут ради чистоты Байкала – это та минимальная цена, которую может заплатить каждый из нас, чтобы озеро продолжало быть самым чистым в мире. Евгений Шоев, Михаил Глызин. Новости по будням.